всем добрый день вы знаете друзья мои дело в том что я иногда не могу найти время чтобы удалить лишнее с памяти телефона поэтому здесь долгий вопрос предпочитаю делать прямой эфир неважно сколько людей будет и прочее главное что хватит времени и памяти на все чтобы я объяснила показала вам этот ритуал и собственно и отключила так что если кто-то включит этот ритуал этот ритуал в прямом эфире делается и так мольба влюбленных к святому саргису доброе утро этот ритуал может делать любой человек который влюблен и который уверен во взаимности чувств и когда есть препятствия родители не согласны обстоятельства мешают в общем тысячи и тысячи препятствий на пути любимому человеку этот ритуал могут делать и мужчины и женщины я немного расскажу кто такой святой святой саргис он христианский святой но дело в том что есть много различных версий о том что на самом деле он не является христианским святым он был язычником храбрым воином просто за то что он пал на поле брани защищая родину его канонизировали за это и стал христианским святым святому саргису обращались все и христиане и язычники и мусульмане в армении есть день святого саргиса день влюбленных покровителя влюбленных когда он стал и почему покровителем влюбленных я это объясню и тайком тюрчанки приходили к храму святого саргиса зажигали свечи и просили молили его соединить их с любимым человеком и он слышал их мольбу в том числе и соединял их он был вначале римским полководцем греческого происхождения потом так получилось что судьба его забросила в армению он обосновался в армении создал семью жил в армении и естественно имел свой княжеский титул и вот полководец саргис поступая против персов погибает вместе со своим сыном мартиросом имя мартирос с того времени синоним жертвенности самоотречения во имя родной земли по имя народа естественно церковь приукрасила его подвиги во имя веры христианство на самом деле его жизнь говорит совершенно об ином он был просто воин воин который в решительный момент вышел и защитил народ среди которого он жил имя саргис это серьги в принципе и так но до того как он пал смертью храбрых он был человек очень сердечный человечный говорили что он помогал крестьянам женить детей дать им преданные сыграть свадьбу и однажды он видит девушку которая на опушке леса стоит одна и плачет подходит к ней и спрашивает в чем дело оказывается что девушка дочь очень богатого человека и отец не выдает ее замуж за любимого парня потому что тот был простым крестьянским сыном саргис находит священника забирает их ночью к священнику и тайно венчает их после этого забирает к себе домой и идет уговаривать отца девушки он уговаривает его до утра и они в конце концов приходят к общему выводу саргис выплачивает огромные приданные отдает ему огромные поместья и отец соглашается выдать дочь замуж за бедного мальчика и вот с тех пор узнав об этом молодые люди тайком прибирались к его замку и просили его быть посредником помочь чтобы соединились влюбленные сердца когда он погибает то влюбленные прибывают в печали потому что понимают что их покровитель их друг и помощник больше не сможет им помочь а значит их мечта не осуществится значит любовь не состоится но однажды ночью одному человеку который тоже страдал от любви и не мог соединиться с любимой женщиной является среди ночи без всадник на белом коне когда он вглядывается в лицо он узнает в этом всаднике князя саргиса он ужасается боится но тот ему говорит не бойся как при жизни я помогал влюбленным так и после смерти буду вас соединять и действительно убираются препятствия и так получается что эти люди соединяются женятся и живут счастливы и с тех пор в армении начали просить молить его приходить к нему с просьбой о соединении влюбленных просили и молили его и язычники и христиане и мусульмане и саргис стал покровителем всеобщим покровителем влюбленных который помогал им соединиться когда просили его о помощи то оставляли возле дома оставляли на подоконнике где-нибудь в открытой местности или на столе блюдце либо с сыпучей халвой либо с сахаром либо с мукой и наутро обнаруживали след от копыты вы знаете можно в это верить можно нет но моя прабабушка рассказывала мне мамина бабушка о святом саргисе мне тогда наверное было лет пять где-то так завороженно слушала о святом который является на белом коне и помогает влюбленным соединиться говорят что видели его на коне спавшим вместе с ним сыном говорят что видели его со своей любимой женой которые приходили то во сне то наяву и помогали советом соединяли два любящих сердца и этот человек при жизни был обладал такой силой что и после смерти его душа его сущность приходила и помогала людям соединиться так вот этот ритуал святого саргиса я хочу подарить всем тем людям которые любят но не могут соединиться и поверьте мне что после просьбы обращения к нему все препятствия начнут убираться на вашем пути это проверено не раз и не два я этот ритуал дарила только очень близким подругам а сейчас дарю вам все обращение к святому саргису это обращение не имеет ничего общего ни к христианскому ни к иному эгрегору это обращение к сущности к той силе человека который при жизни помогал и помогает после смерти людям соединиться влюбленным сердцам вам нужно будет взять желательно посуду из глины или керамики но если не найдете возьмите любую посуду и желательно чтобы не было на них там особых цветков чтобы они были однотонные посыпьте или сахар или муку вот в такую емкость чтобы было открыто и чтобы как бы было видно это нужно оставить на столе красное вино можно кагор можно любое другое вино в принципе бокал вот мед растворенный воде теплой воде да 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 вовремя те люди которые не могут найти любимого человека они тоже могут попросить не обязательно называть имя любимого человека и поверьте что он вам поможет найти любимого человека потому что тот человек который найдется с помощью святого саргиса обязательно будет тот кто принесет вам счастье он недостойного к вам не приведет и так это мольба просьба о соединении влюбленных когда у вас тысячи препятствий есть определенные условия люди не должны состоять в браке с другими людьми люди не должны просить святого саргиса разбить семью одним словом люди должны быть уверены что любовь взаимная и тогда он придет и вам поможет очень может быть что всадник на белом коне вам приснится очень может быть что вы почувствуете присутствие чьего-то в этот момент очень может быть что какие-то следы вы увидите на муке или на сахаре очень может быть но в любом случае как бы там ни было каким бы образом он себя не проявил он обязательно вам поможет потому что это очень сильный заговор и он основан на древних поверьях и обращениях а этим поверьями обращением больше 1500 лет с того времени как его не стало князя военачальника саргиса вам нужно зажечь две восковые свечи да он жил в раннем средневековье две восковые свечи и мольба это основана на той мольбе на на тех словах которые обычно произносили просто я улучшила и соединила все воедино с тем что потом жертву ли оставляли и так далее вино мед растворимый растворенный в теплой воде мука или сахар в определенной емкости желательно чтобы посуда была керамическая или из глины желательно одного цвета если не найдете можете использовать но по крайней мере постарайтесь чтобы это не пестрая было такое не пестрая посуда и так читать нужно один раз если скажем так потребуется можно повторить через недели две еще раз когда вы найдете человека которого который вам будет по душе время от времени берете вино в емкости мед растворенный в воде наливайте туда мед и оставляйте на подоконнике до утра утро можете вылить это ваша благодарность и это покровительство его которое будет над вашей семьей и будет все время охранять вашу любовь чтобы эту любовь не разбили и так да в армении кстати праздник святого саргиса кто-нибудь из молодых людей одевает форму военачальника тех веков садится на белого коня и проходит по толпе и женщины начинают кидать монеты цветы и загадывать желание начнем о ты покровитель влюбленных сердец садник на белом коне моё обращение и просьба к тебе услышь меня сердце моё полно любовью душа тоской полна о святой саргис ты соединяешь любящие сердца два берега сводишь воедино убираешь препятствие на пути любви терновник перед нашей любовью сотни стен и тысячи запретов о святой саргис покровитель влюбленных явись утешитель разбитых сердец соедини влюбленных помоги спаси любовь я стою на одном берегу он стоит на другом берегу соедини нас о великий святой явись на крылатом коне о венчатель судеб о спаситель любви я знаю верю ты услышишь ты поможешь своей святой десницей дай нам достичь нашей мечты всю жизнь буду благословить славлять твое святое имя будь благословенен я стою на одном берегу он стоит на другом берегу соедини наши сердца наши души наши судьбы о святой великий саргис да будет так да будет жизнь наша сладким как мед сладкой как мед да будут наши сердца пины от любви и счастья как мед с вином соединились так мы навек соединились святой саргис нам в помощь я стою на одном берегу он стоит на другом берегу соедини наши сердца души и судьбы воедино о святой саргис я стою на одном берегу он стоит на другом берегу соедини наши души сердца и судьбы о святой саргис да будет жизнь наша сладкой как мед да будут наши сердца пины от любви и счастья как мед с вином соединились так мы навек соединимся святой саргис нам в помощь свечи вместе должны догореть все на столе оставляйте до утра ложитесь спать но верняка он приснится скорее всего иногда бывает что люди видят следы его то есть копыт от его коня на сахаре или на муке а может проявиться какие-то узоры может не проявиться но самое интересное что вы соединитесь и препятствия перед вашей любовью будут убраны это произойдет обязательно я дарю это всем влюбленным которые не могут соединиться никак и дарю я это всем тем кто ищет свою любовь и пусть святой саргис вам поможет стать счастливыми всем удачи всем удачи